Звездные дорожки Работы российских сценаристов и режиссеров отметил и Аркадий Инин, однако признался, что из-за гостеприимного приема смотреть кино было некогда. Особенно его впечатлил Приморский океанариум, а еще писатель поведал о новой беде современного кинематографа. Его делают бабы. И там и режиссер женщина, и сценаристка женщина. И я сейчас набрал в Афгике, как профессор, два курса. И сплошные женщины. Я думаю, это просто... Даже не могу подобрать слова, что будет с нашим кино. Аркадий Инин также признался, что сегодня на звездную дорожку пришлось прийти в странной обуви. А все потому, что его туфли украли в гостинице буквально за час до выхода. Но эта неприятная история приезда на кинофестиваль не омрачила. Во Владивосток он готов приезжать снова и снова. На звездной дорожке закрытия президент 14-го кинофестиваля Федор Бондарчук появился уже не один, а в компании известной актрисы Паулины Андреевой. Поприветствовав зрителей, звездная пара сразу же отправилась в здание Мариинского театра. А вот почетная гостья кинофестиваля Джохлингерсет на закрытии уже не появилась. Она улетела домой сразу же после своего дня рождения, который, к слову, отметила во Владивостоке. Ковровая дорожка закрытия окончена и теперь все гости фестиваля собираются в зале Мариинки, чтобы начать церемонию закрытия 14-го фестиваля Меридианы Тихого. Все началось с яркого выступления танцевального коллектива «Пульс», в конце которого на сцене появился сценарист, режиссер и актер Егор Климович, уже по традиции ведущий церемонии закрытия. В Древней Греции, когда рассуждали на тему, что есть прекрасное и что есть красота, пришли к выводу, что красота – это соответствие формы содержания, а прекрасное – трудно. Именно эти слова я хотел бы отнести нашему любимому кинофестивалю. Свое признание Меридианом Тихого выразили многие гости, а Владимир Хатиненко и Федор Бондарчук даже пообещали сделать все возможное для того, чтобы этот кинофестиваль стремительно развивался. Фестивалю надо помогать, о фестивале надо говорить, фестиваль надо усиливать, укрупнять, делать все, чтобы он становился больше, комфортнее, о нем больше людей знали. И вот, наверное, эту миссию я и принесу в следующий год, и буду об этом говорить в Москве, и не только. Конечно, фестиваль не обошелся и без селфи Рока Бриннера, который уже в 14-й раз вручал приз памяти Юла Бриннера за лучший актерский дебют. Его присудили актрисе Алине Подживаловой за роль в фильме «Я умею вязать». Лучшей режиссерской работой стала японская картина «Двойная жизнь». Призов «Фипресси» удостоились сразу две картины – «Старый камень» режиссера Джонни Ма и канадская лента про жизнь после апокалипсиса аниме «Арно Брисбуа». Лучшим короткометражным фильмом признали режиссерский дебют Андреаса Кастандакиса и Ники Барабаш-Забелин. И главный приз за лучший полнометражный фильм взял китайский режиссер Хань Йичан за картину «Жизнь после жизни». Кинонеделя подошла к концу «Меридианы Тихого» торжественно закрыты. И это значит, что участники и гости фестиваля уже в ожидании юбилейного – 15-го кинофестиваля «Пасифик Меридиан». Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на восьмом.